Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами научимся скрепить поисковую выдачу Google, например, на предмет поиска там контактов и лидов LinkedIn, да еще и будем делать это так, что не придется платить ни за какой API, и в результате у нас будет полноценная таблица с контактами, лидами, прямыми ссылками на их LinkedIn и полным описанием. Для этого мы с вами разберемся, что такое кастомный поисковый движок, научимся его вызывать через API, организовывать цикл, чтобы проходить по страницам выдачи поисковых результатов, научимся их парсить, класть в Google Sheets и немножечко ждать между API-запросами, чтобы не блокироваться Google. Ну что такое интересно? Лайк, подписка, коммент и смотрим до самого конца. Конечно, эта тема намного шире, чем просто скрепинг контактов из LinkedIn, потому что вы можете прокидывать туда любой ваш поисковый запрос, который будет соответствовать вашему конкретному кейсу, парсить его, сохранять в таблицу и таким образом наполнять вашу базу, аутрича или другую базу, которая вам потребуется. Для того, чтобы обеспечить результат, нам с вами нужно разобраться, каким образом работает поисковый движок Google. Он умеет обрабатывать не только обычные запросы, в него еще можно вписывать регулярные выражения, таким образом, чтобы ограничивать результаты поиска. Например, пару базовых приемов вы можете указать конкретный сайт, результат из которого вы ожидаете увидеть выдачи, а также обозначить обязательные выражения или слова, которые должны присутствовать в каждом результате выдачи. И с помощью подобного подхода вы можете довольно гибко контролировать, что Google вам будет выдавать. Например, тут вы видите, что у меня в выдаче только лишь результаты с LinkedIn, и которые содержат именно те слова и выражения, которые я указал в своем запросе. И у нас с вами возникает резонный вопрос, а можем ли мы делать подобный поиск из NVC Man с помощью API Google, потом обрабатывать результаты и складывать их себе в таблицу? Короткий ответ – можно. И для этого нам придется с вами проэмулировать Google поиск и обработать результаты прямо в NVC Man. Это все держится всего лишь на одной ноде API-запросе в Google Search Engine, но эту ноду нужно будет настроить. Давайте посмотрим, что у нее внутри. Здесь все очень привычно, у нас есть конкретный URL, куда мы будем посылать наш Get-запрос, но при этом тут есть довольно непонятные поля, которые нам придется с вами заполнить. Давайте начнем с самого простого. Нам нужен некоторый API-ключ для того, чтобы авторизовать наш API-запрос. Каким образом получить API-ключ? Чтобы его создать, нам нужно войти в консоль от Google. Можно просто нагуглить его, и первая же ссылка будет ввести в нашу консоль. Давайте попробуем открыть. И здесь уже нажать кнопочку «Консоль». Здесь я уже предполагаю, что у вас есть базовое понимание, каким образом настраивается дашборд. А если нет, то обязательно посмотрите это видео, мы это уже делали. Если вы сделали все правильно, у вас будет какой-то проект, в котором вы можете настраивать креденшалы Google. И когда мы находимся в каком-то проекте, мы нажимаем меню, и здесь переходим на вкладку «API-сервисы». И здесь на вкладку «Credentials». Мы уже наверняка создавали себе OUS клиентов, но для поискового движка Google достаточно создать API-ключ. Нажимаем «Создать новые креденшалы», здесь API-ключ, здесь можно пока ничего не менять, и нажимаем «Create». Вот наш API-ключ, который мы теперь можем скопировать, вернуться в наш N8N и вставить сюда с полем «Key». После того, как мы позаботились про API-ключ, мы возвращаемся в нашу консоль и пишем такую фразу «Custom Search». Видим результат «Custom Search API», нажимаем на него, и здесь нажимаем кнопку «Enable». Я только что это сделал, поэтому «Custom Search API» у меня уже активирован. Ну а дальше интереснее, что такое CX и что это за value. Давайте разбирать. Возвращаемся в Google и пишем еще один запрос «Programmable Search Engine». Это и есть создание эмуляции поискового движка, который мы можем вызывать по API. Отлично, провалимся вовнутрь, здесь нажимаем «Get Started», и мы сразу попадаем на страницу «Создание нового поискового движка». Давайте дадим ему какое-нибудь имя, я скажу «Test2». Здесь достаточно указать, чтобы мы искали во всем интернете. Здесь отметить флажок, что мы не робот, и нажать «Create». Как мы видим, у нас с вами уже выдается скрипт, где есть значение CX. По сути, это и есть айдишка вашего движка. Забираем ее прямо отсюда, возвращаемся в NWC Man и вставляем в поле CX. Давайте посвятим немного времени этой ноде и разберемся, откуда мы вообще знаем структуру этого API-запроса. Для этого вернемся на страницу «Programmable Search Engine», и здесь нажмем кнопочку «Help Center», и здесь вобьем API. Мы получим первый же результат – «Custom Search JSON». Давайте откроем эту страницу. Здесь видим, что есть описание JSON API, и нажмем на кнопочку «Introduction». И здесь видим, что уже представлен некоторые базовые API-эндпоинт. Это «List Endpoint». Давайте нажмем на него. И, в принципе, получим все-все-все описание этого эндпоинта. Здесь мы видим правильный URL, который следует использовать для GET-запроса. Мы как раз этот URL используем в своей ноде. И видим массу параметров, которые следует использовать. Как раз наш любимый CX, то есть это ID-шка поискового движка, который мы уже знаем, как делать. Здесь есть параметр Q, то есть, в принципе, сам поисковый запрос. И еще один параметр, который нам понадобится – это Start. И здесь рассказано, что API может возвращать максимум 10 результатов. И если мы хотим идти по страницам этих результатов, нужно указывать параметр Start 112131 для того, чтобы каждый раз возвращать по 10 результатов для каждой новой страницы. Это круеугольное знание, потому что без этого мы будем останавливаться всегда только на первой странице. Ну что, кажется, теперь мы знаем структуру API-запроса и можем написать полную автоматизацию N8N. Возвращаемся в N8N и смотрим, из чего состоит теперь наша автоматизация. Первонаперво я хочу создать некоторый массив. Этот массив содержит номера результатов, с которых начинается каждая страница. Я вам сразу скажу, что в моей практике я обычно использую первые три страницы от каждого поиска. Если вам нужно больше, вы можете просто добавить сюда банально 3141, и тогда ваши циклы будут идти для каждого из этих элементов массива. Но нам сейчас понадобится только три страницы, значит, оставим 1, 11, 21. API-гугла позволяет динамически подходить к этому вопросу. И, например, листать страницы до тех пор, пока не закончатся релевантные результаты. Вы можете с этим сами поразбираться, а мне достаточно для моих целей только первые три страницы. Поэтому я ставлю такой подход. Давайте сразу выполним. Вот мы видим, что у нас получился массив из трех элементов. Прекрасно. Дальше я добавляю ноду Splitout для того, чтобы разделить эти элементы поштучно и получить как раз три элемента, в котором будет Array1, Array11, Array21. Это нужно для того, чтобы мы смогли теперь организовать цикл. Цикл добавляется через ноду Loop. И здесь настройки никакие менять не нужно. Давайте выполним эту ноду. Мы видим, что мы уже готовы зайти на первый круг со значением Array1. Давайте же теперь составим запрос к нашему движку поисковому, для того, чтобы он нам смог вернуть наши результаты. API мы уже знаем. Вставляем сюда метод Get. И дальше добавляем обязательные поля, которые нам нужны. Во-первых, ID, который у нас уже есть. Во-вторых, сам запрос. Обратите внимание на этот синтаксис. Сайт, двоеточие, и дальше сайт, с которого мы ожидаем результаты. Это ограничивает движок таким образом, что он нам отдает результаты только с этого сайта. Дальше наш API ключ. Мы его уже брали. И дальше то самое поле Start. Мы хотим, чтобы сейчас вернулись 10 результатов, начиная с позиции номер 1. Друзья, пока мы не пошли дальше, я хочу напомнить, что все автоматизации, которые мы строим на YouTube-канале, в конце видео я скачиваю и помещаю в свою бесплатную телеканалу. Вы всегда можете зайти в эту группу, найти нужное видео и увидеть, что здесь прикреплен шаблон N8N. Вы его просто скачиваете и через этот же самый механизм добавляете себе в N8N и работаете, экспериментируете с этой автоматизацией. Также в описании будет ссылка на нашу PRO-группу. Это уникальное место, где вы можете прокачивать свои AI-скиллы вне зависимости от вашего уровня. Здесь есть масса материалов для тех, кто уже что-то знает про AI и автоматизации и хочет углублять свои знания. И также здесь есть мастер-класс для тех, кто только начинает осваивать тематику автоматизации и N8N. С помощью этого мастер-класса можно буквально за несколько видео понять основы N8N автоматизации, каким образом все функционирует внутри, и дальше уже при желании углублять свои знания с помощью PRO-материалов. Одним словом, тут огонь, заскакивать обязательно. Но мы продолжаем с нашей автоматизацией. Возвращаемся в ноду и давайте попробуем ее выполнить. Выполняем. И видим, что у нас очень быстро вернулись ответы. Давайте их скопирую и посмотрим их в редакторе. Обратите внимание, как выглядит ответ. Он говорит, что я вернул тебе первые 10 элементов, начиная с первого. И на следующей странице у тебя есть еще 10, начиная с 11. Это именно тот механизм, который мы можем использовать для динамического переключения страниц. И дальше пошел массив items. И мы должны обратить внимание, каким образом он выглядит. Здесь есть очень важный сниппет, сама ссылка на LinkedIn, title и ниже description. И давайте теперь посмотрим, каким образом мы можем все это распарсить. Возвращаемся в N8N и добавляем ноду с кодом. Вы всегда можете сами написать подобный код, например, отдав в вашу любимую нейронку результаты, которые вам отдал Google, и попросив ее написать код, который парсит все важные значения из этой выдачи и отдает вам в виде JSON. Например, здесь мы забираем результаты Google А и пишем функции для выделения имени, роли, локации, картинок и всего остального, что считаем важным. Давайте попробуем выполнить эту ноду. Она нам отдала 10 элементов, потому что именно 10 результатов было в нашей выдаче. И она выделила имена, роли, ссылки на LinkedIn, сниппеты и прочее, прочее. Здесь нужно понимать, что если вы будете использовать этот механизм для работы, например, не с LinkedIn, а с какими-то вашими кастомными запросами, вы всегда можете переписать этот код с помощью нейронки, таким образом, чтобы она выделяла именно данные, нужные под ваш специфический кейс, используя тот же самый механизм. Но когда у нас уже есть с вами такие элементы, мы с вами знаем, что с ними можно сделать. Мы их помещаем в таблицу. Для этого добавляем ноду для добавления строки в спрэдшит. Вам тут понадобится добавить креденшалы для гугла. Если не знать, как делать, то посмотрите вот в этом видео. Либо полная инструкция, кстати, есть в нашем n8man мастер-классе. И дальше мы добавляем сюда ID нашего спрэдшита. Ну и делаем маппинг. Я удалю все значения из нашей таблички, она совершенно пустая. Поэтому мы с вами сейчас с самого начала попробуем выполнить этот шаг и посмотреть, каким образом замапятся значения. Так, ответ пришел. Возвращаемся в Google Sheets. И вот наши первые 10 результатов. Вот их роли. Вот их сниппеты. Вот ссылки на их LinkedIn. Вот их titles. И все, что мы хотели выделить из наших результатов поиска. Дальше обязательно нужно будет добавить ноду wait. Минимум 5 секунд. Это требуется для того, чтобы наши запросы к API Google проходили нормально, а не блочились их системой. И так как мы ожидаем распарсить только первые 3 страницы, этот цикл должен пройти 3 раза. Ну что, давайте попробуем протестировать с самого начала и запустить всю автоматизацию. Запускаем. Видим, каким образом она отрабатывает. Так, прошла первый экстракт. И добавила нам Google Sheets. Ожидает 5 секунд. И мы видим, что она пошла на второй заход. Уже добавляет результаты в Google Sheets. Ждет еще 5 секунд. И идет на третий заход. И опять добавляет значение в Google Sheets. И после третьего прохода наша автоматизация остановилась. Смотрим на наш файл и видим 30 значений, 30 записей, которые мы теперь можем использовать для нашего аутрича. Ну что, друзья, мы только что с вами посмотрели на гибкий и бесплатный метод, который позволяет вам работать с выдачей результатов от Google Поиска. Вы можете применять его для любых ваших задач. Эту автоматизацию забирайте в бесплатной Telegram-группе. А если хотите развиваться в сфере искусственного интеллекта и автоматизации, то залетайте в нашу Pro-группу. Хорошего дня и пока!